Здравствуйте! Казалось бы, что еще рассказать о злословии, но мы попробуем. Как вел себя прокаженный? Это вообще очень интересно. Во-первых, он должен был находиться в абсолютной изоляции. Во-вторых, если видел кого-то, он должен был кричать «не чист, не чист, не чист». А как одиночество лечило от злословия? Любовь обсуждать чужие дела вырастает на пустом месте. От самого злословия нет никакого удовольствия. Удовлетворение человек получает от побочного продукта злословия, ощущение собственного бытия, великости на фоне того, о кому он говорит. Как бы я, ну, он дурак, а я умный, значит. Как говорила вот Элеонора Рузвельт когда-то, большие люди обсуждают идеи, маленькие люди. Вот есть огромное желание поговорить о другом человеке, и оно, как правило, свидетельствует о душевной пустоте, о незаполненности, вот самодостаточностью своей. Хочется обсудить кого-то. Вот любители злословия живут не собой, а другими людьми, потому что им не хватает себя, с собой им некомфортно. Жизнь отшельника никогда не одобрялась нашими удрецами, кроме одного радикального, вот когда у человека злословия. Если ты живешь с чужой жизнью, если ты обсуждаешь других людей, их поступки, наверное, тебе нужно самому вернуться к себе, сесть в одиночестве, разобраться в себе, почувствовать себя, а потом уже вернуться в лагерь обновленным и здоровым. Зачастую люди попадают в ловушку Лошона Ра, руководствуясь злых словом, руководствуясь хорошими намерениями. Быстро расскажу историю. Как-то к Рабе Маше Фанштейну, это глыба в Америке, жившая, на которой все равнялись, пришел один человек, чтобы обсудить какие-то вопросы. Раф посадил его пить кофе, тоже пригласил к столу, два пакета молока стояли, молоко было в разных производителей. Раф взял один из пакетов, посмотрел, помедлил, вернул на место, взял другое и добавил его в кофе. Посетитель внимательно следил, сам тоже добавил с того же кофе, и кофе даже уже не притронулся, его главное другое, он увидел где-то сенсационную новость. Он понял, что Раф не доверяет почему-то тому производителю. Это надо было теперь со всеми поделиться, его разрывало на части. Скорее всего, что-то с первым производителем. И вот эта вся новость облетела еврейские общины Нью-Йорка и начала по всей Америке распространяться. Компания-производитель начала подсчитывать убытки, катастрофа. Магазины возвращали продукцию, фирма оказалась на грани банкротства, руководство провело расследование серьезное. Вот в дверь Машев, Фанштейна, стучится директорат, семь человек в полном составе пришли. Говорит, Рэбб, здравствуйте, мы готовы исправить все недочеты и нарушения, на которые вы укажете. А он говорит, я не вижу никаких нарушений. Тогда почему отказались от нашей продукции? Он говорит, пройдем, на кухню пошел, открыл холодильник, стоят их продукции. Директор совершенно в шоке. Все это не укладывается в голове. Большинство евреев Нью-Йорка прекратили покупать продукцию фирмы, потому что якобы перестал покупать Рафа Эйнштейн. А у самого Рафа полный холодильник этой продукции. Директор говорит, мы провели расследование, наняли лучших сыщиков, вложили кучу денег. Нам сказали, что вы здесь на встрече взяли пакет молока, и не добавили его в кофе, вернули на место. А взяли молоко наших конкурентов. Раф говорит, теперь я припоминаю, но я не стал добавлять кофе в вашем молоке, потому что пакет закончился. Просто я попробовал пустой пакет и все. Понимаете, вот желание человека завладеть сенсацией, что-то рассказать, чуть не привело к колоссальному разорению фирмы, людей и всех остальных. Это ко всем относится. Мы вторую неделю говорим о злом языке, и давайте еще короткую будем. Однажды пришел человек, рассказывающий такие мудрые вещи, и Хафицхайм пригласил его, он рассказал, что люди, мы всегда опасаемся капли молока, которая попадает в мясной бульон, и уже бежим к раввину разрешать это блюдо, и кошеровать кастрюлю. А ведь это только один запрет, и то запрет мудрецов. А злой язык, это 17 запретов самой Торы. Хафицхайм говорит, великолепно, ты выступил хорошо, понравилось мне очень. Да, говорит лектор, но только вот когда я выходил, я услышал, как один из присутствующих говорит другому. Слушай, стоило прийти, наконец дело говорят. Расскажу жене, а то она поднимает там бурю в стакане воды, чуть что сразу, не кошерно, и выливает суп. А тут вот это меньше грех, чем злой язык. Успокоил его Хафицхайм, сказал такие слова, не переживай. Во-первых, только один так отреагировал, а ведь там было немало слушателей, может быть, на других повлияло лучше. Во-вторых, как сказал Рави Салантер, стоит говорить о Торе перед множеством людей, даже если впоследствии выяснилось, что сама речь ничего не изменила на самом деле. Но если в процессе хотя бы у одного из слушателей пробудилось сожаление о своих проступках, даже если это был огонек, который зажегся и тут же погас, и даже с этим одним человеком был сам выступающий, все равно это дело стоило того. Поэтому, говорят наши мудрецы, надо говорить больше об этом, потому что надо вдуматься, насколько тяжелый, страшный вообще язык является собой орудие. Ведь семьи разрушаются, друзья, все, от одного слова сказанного не так. И в то же время надо действовать, как Аарон. Как Аарон говорил, Аарон приходил к тем, кто ссорился, я говорил одному, слушай, а он о тебе так хорошо говорил, и так и второму, и потихоньку всех мирил. Вообще, добрый язык, он приносит мир. Злой язык приносит войну. Зачем нам война? И так уже по переглотке. Поэтому, давайте еще раз подумаем о том, что, казалось бы, чтобы изменить этот мир, нужны какие-то там мега усилия, а на самом деле Тора говорит, нет, начни сам говорить хорошие слова, очищай мир вокруг себя, и ты увидишь, как весь мир поменяется. Брахава от Слаха всего самого лучшего.